Всем привет ребята и вот наконец-то этот момент настал я очень давно хотел пройти эту игру но все никак не получалось не доходили руки ну в общем не было возможности и вот теперь наконец этот момент час истины настал и расскажу вам несколько фактов некоторые из них хорошие некоторые из них плохие факт номер один я не единожды проходил эту игру я с ней знаком геймплей шикарен именно из-за этого я и проходил ее много раз факт номер два который частично перечеркивает первый факт делал все это я два года назад то есть сейчас я не особо хорошо буду играть ну буду стараться хорошо играть но сами понимаете все-таки два года это срок и конечно же скилл я утратил факт номер три совсем недавно я приобрел себе иксбоксовский джойстик хотя я не особо ну скажем так уважаю этот джойстик мне больше по душе шести кнопочные джойстики с одной единственной крестовиной вот эти грибы или как их там еще называют мне не особо нравятся но все-таки я решил дать шанс этому джойстику и во многие игры сейчас играю именно с этим иксбоксовским джойстом ну в принципе получается уже не так и плохо и привыкнуть было не столь и сложно но все равно самый лучший джойстик что у меня есть это мой 6 кнопочный джойстик с крестовиной и триггерами удобнее него ничего не существует так что еще я хотел рассказать а ничего в принципе вот все факты я буду играть на джойстике хотя в эту игру играл два года назад на клавиатуре и это было удобнее я слегка так потренировался чтобы совсем не лажать на летсплей но все же все же ладно давайте начнем новая игра и что же мы видим уровень сложности человек охотник на демонов и нефилим нефилим это как раз таки данте за которого мы будем играть и это обозначение показывает то что наш данте сын ангела и демона нефилим и мы будем играть именно на этом уровне сложности на данном этапе это максимальный уровень сложности далее появится еще кое-какие что-то там вроде сын спарты потом рай или от рай или рай от или от вот такие вот уровни сложности будут но для первого прохождения нефилим максимально сложный уровень мы на нем и будем играть что же совет вы можете настроить контроллер в меню настройки но я это все уже сделал так что смотрим заставку и и и Все, конечно, супер, но я забыл включить Субтитры? Серьезно? Так, 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 главное меню, мы ничего с вами не пропустили Мы включим субтитры Какого фига они вырубились? Наверное, потому что я начал новую игру Так, может, все тут поменялось сейчас Параметры графики Да нет, все хорошо Как бы только субтитры были выключены, поэтому мы сейчас быстренько делаем Нет, из игры выходить не надо, мы просто удалим это И начнем заново Только сейчас еще раз повторно мы включим субтитры, потому что они просто выключаются Непонятно из-за чего Обучение проходить не будем, ничего не будем, все Новая игра, не филим, все Дубль 2 Смотрим заставку И читаем субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok quercasя Дима Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок что вы выстрелы от силы, шампированы и ненавиды. Это достаточно очевидно для вас? Да. На завтрак это, тогда. У вас хорошего ночи, мэр президент. Зара, вы получили это, моя дарленька? Уже 1 триллион. Ох. Редактор субтитров, я сомневаюсь, что я сомневаюсь. Я контролирую миром через деньги. У меня есть абсолютный силу. Моя дарленька, в конце концов, как я. Ничего осталось, но с головой, с головой, и... Что происходит? Что происходит? Орлень. Орлень? Что? С дарленька, Спарта. Данте. Он. Он еще в районе. Стрелки его найдут. Они найдут Спарта и его хор. И когда они так... Я... сделаю его дверь с моими пальчиками и пить на его сердце. Ну вот такое начало какого-то крутого чувака нам показали. Который даже главнее, чем мистер Президент. И... заставка игры Ninja Fury. И какой-то клуб у нас с вами на экране. Здесь... А вот это, кажется, уже наш Данте. Не это, а вот то, что лицо показались вблизи. Это был Данте. И за Данте будет происходить охота, потому что... он единственный, кто может помешать тому... мужику завладеть всем миром. Ну, по крайней мере, это то, что мы поняли из начальной заставки. Здесь, в клубе, происходит что-то не очень хорошее. Люди превращаются в каких-то монстров, каких-то чудовищ. Надпись Watch Him, следите за ним. Субтитры сделал DimaTorzok А вот это трейлер, в котором живет Данте. DMC Devil May Cry. Что ж... Вот и начало. Совет. Забыли, какими атаками и умениями вы располагаете? Эээ... нет, не забыл, даже пока что не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас этот группы компания предпоследователям На сколько-то серьезных attacks в последние месяцы. Они, честно, смешали, Материн и террорист И я, для того, не для этого действия ... Ирина Торзок Ирина Торзок Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну, а наша задача, видимо, не допустить, чтобы это произошло И первый враг, меньшее адское отродье А если у нас хоть какое-то оружие, да, оно появилось Ребельон Наш меч Ну что ж, вперед, убейте Так, нажмите ААА, хорошо Это у нас у ворот, а это атаки И еще одну комбо нам показывают Вот такое вот Хорошо Первые враги готовы, но Они продолжают вылазить Удерживайте ИКС, чтобы отправить врагов в воздух Ну, давайте попробуем Нажмите АААА, для жонглирования А, я понял Давайте отправим в воздух, подпрыгнем к нему. Да что ж такое? Так, все немного не так, все немного не получается. Видимо, мы еще не можем в воздухе жонглировать, поэтому просто подкинем, дождемся и добьем уже на земле. Кто-то еще есть? Да, кто-то еще есть. Нажмите РБ для уклонения. Хорошо, уклонились. Белая сфера. После убитых врагов остаются белые сферы, наполняющие полоску индикатора улучшений Данте. При каждом заполнении полоски индикатора Данте получает возможность разблокировать новую способность с помощью магазина улучшений. И да, совершенно верно, у нас будет много комбо, которые мы будем покупать именно за вот эти маски белого цвета. А вот и красная сфера. После убитых врагов остаются красные сферы, которые можно потратить в магазине на приобретение различных предметов улучшений, здоровья и прочего. Мимо. А вот теперь мы можем его бить в воздухе. Хорошо. Кто-нибудь еще? Нет. Данте сюда. Нас какая-то девушка зовет. Мы так и не поняли, кто это. Мы с ней не знакомы. Также здесь можно ломать всякие предметы. Не все, конечно, но некоторые. Нажмите B для прыжка. Окей. То есть я сюда могу пойти? А, мне туда и надо идти. Ясно. Давайте чуть еще поломаем окружение. Вдруг здесь что-то еще можно разбить. Но вроде бы нет. И вот так вот замечательно выглядит альтернативная реальность Лимбо. О! Наши пистолеты. Но, по крайней мере, мы их нашли. Бежим отсюда. No escape. Я в корне с этим не согласен. Сейчас выберемся. И из такого выбирались. Так, так, так. Куда, куда, куда? Видимо, не туда. Нас, признаюсь честно, вот я не особо любитель вот таких вот погонь, назовем это так. Где непонятно, куда надо двигаться. То есть, вроде бы, по логике, надо быстро забраться на тот трейлер. Но на деле это совершенно не так. Я вообще не помню, куда надо. Давайте тогда бежим сюда. Да. Так получилось. Вот теперь на трейлер, видимо. Да. Все. Мы забрали пистолеты. Эбони и айвори. По-английски называются эти пистолеты, но по-русски перевели просто черный и белый. Эбони это материал черного цвета. Эбонит, который широко используется в физике. Айвори это слоновая кость. Ну что ж, попробуем их в деле. Разблокировано новое оружие черный и белый. Эбони и айвори. Крупнокалиберные пистолеты, обеспечивающие высокую скорострельность при ведении огня по одиночной цели. Несмотря на то, что они наносят незначительный урон, черный и белый способны прервать атаки слабых врагов. Хорошо, мы поняли. Мы поняли и мы стреляем. Так, так, так. Они у нас походу тоже стреляют. А можно к ним подпрыгнуть и размазать нашим ребельоном? Или же я прям таки обязан стрелять по ним? Есть кто еще? Есть. Да уж без них. Еще кто-то? А ну иди сюда. Вот так вот. Ты еще кто? Ты не из этой компании, поэтому умри уже. Да, удача получилась, конечно же. Сюда. Готов. Не спать. Вот тебе. И тебе конец. И вам всем конец придет. Как вы видите, справа вверху счетчик. Счетчик. У меня есть счетчик, который показывает, насколько разнообразно, красиво и эффектно мы ведем бой. Чем мы лучше это делаем, тем больше очков набираем. А очки эти крайне важны будут. Главное не умирать и набирать больше очков. Тогда мы сможем купить в будущем больше комбо себе. И наша жизнь будет намного... О, пауки. Пауков надо расстреливать. Из них выпадают красные сферы. Данте. А как мы ее видим? Как же я могу видеть вас, очевидно. Я медиум. Психолог. Я могу перейти в Лимбо и общаться с вами. Я могу видеть вас, поговорить с вами, но я не в самом деле с вами. Если я уберу трейдера... Я умер. Я рисковану жизнь здесь для вас. Я хочу помочь. Ну что ж, поверим ей или нет? Я не хочу помочь с Хантером. Он не твой обычный демон. Следуй мне. Сейчас. Как нас отсюда вытащить? Так. А вот видите это место? В этой игре просто невероятное количество секретов. И многие из них с первого прохождения открыть невозможно. Вот после того, как один раз пройдем игру, то у нас в арсенале будет все возможное оружие. И именно вот в это место мы сможем попасть только со специальным оружием. Пока что дорога нам туда закрыта. Вроде бы коридорная игра, но сколько здесь секретов. Это конечно... Я не любитель секретов, но... Так. Слышите звук? Как будто колокольчик какой-то. Вот оно. Используйте рукопашные атаки против пропавших, пропащих душ, чтобы освободить их. То есть надо их мочить. Вот так вот. И таким образом мы их освобождаем и они летят в освоясь. Души, пойманные в ловушку, в лимбу. Освободите их и бонус за завершение миссии увеличится. Да. Так, а куда нам идти? Туда или туда? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Какое-то секретное, блин, место. Здесь не было понятно, яма не яма. Давайте прям вот всматриваться под ноги и мы видим какой-то ключ. Найден новый предмет. Медный ключ. Только что-то он не особо похож на медный, больше на серебряный. Ну ладно. Позволяет Данте открыть медную дверь. Медь явно другого цвета, но ладно. Какие-то слезняки, с которых выпадают красные сферы. Поэтому ломаем, они нам не помешают. Это уж точно. Так, здоровья осталось мало. Половина. Ну что поделать. Игровой автомат. Еще один. И бешеная карусель. Смерть. Ну ладно. Нажмите Икс, чтобы отправить врагов в воздух. Да я в курсе. Так, в воздухе мы не можем уклоняться, поэтому что-то мне подсказывает, что лучше избегать попадания в воздух. И что-то мне подсказывает, что эта карусель нас может нехило так ударить. Но если может нас ударить, то врагов тоже. Но она всех бьет. И меня, и врагов. Так, вверх. А, и кажется, я припоминаю. Если зажать Икс, то мы подпрыгиваем вместе с врагом. А если просто ткнуть Икс, то только врага. Точно. Именно так и есть. Поэтому давайте закидаем их в карусель, но она их не бьет. По-видимому, она бьет только нас, поэтому давайте размажем их по-простому. Вот так. Эта комбо мне нравится. Особо выбора большого у нас нет, поэтому пользуемся тем, что у нас в арсенале. Получено очко улучшения. Хорошо. Убийство врагов и сбор белых сфер позволяют наполнить полоску индикатора улучшений Данте. При заполнении полоски индикатора Данте получают очко улучшения, которое может быть потрачено в магазине для разблокирования новых движений и умений. Перейти к магазину можно с помощью божественных статуй во время миссии или же с экрана начала миссии. Хорошо. Попробуем. A ранг. Хорошо. Правда, здесь есть еще С, СС, СС, СС. Но до этого нам пока что далеко. Вот так соберем больше оружия, тогда можно больше комбинаций производить. И это будет сделать проще, чем на данном этапе игры. И удерживайте прыжок, чтобы... Удерживайте Б, чтобы прыгнуть выше. Хорошо. Это надо запомнить. Нажмите Б, Б для двойного прыжка и мы видим золотую сферу. Может быть использована для воскрешения, если Данте умрет. Золотые сферы можно приобрести в магазине предметов. Поняли. Так, что же у нас здесь? В какую сторону идем? Так, а тут что у нас? Зеленое. Что-то зеленое. Давайте посмотрим, что это. Малая звезда жизни. Восстанавливает небольшую часть здоровья. Ну, видимо, если зайти в меню и использовать, тогда она восстановит. Наверх мы не можем. Сюда не можем. На карусели покататься тоже не можем. А вот и статуя, о которой нам говорилось ранее. Давайте посмотрим, что есть. Есть улучшения и есть предметы. Какие предметы? Малая звезда жизни, большая звезда жизни. За 400 у нас столько денег даже нет. Золотую сферу мы подобрали и крест здоровья. Эта штука уже увеличит нам шкалу здоровья. Нашу основную шкалу здоровья. Какие же есть улучшения? Ребельон и Айвори и Эбони. Так. Вот здесь нам показывают, что же получится, если мы используем очко улучшений. Но я больше сторонник вот этого оружия. И посмотрим смертельный виток. Что у нас есть? Эти атаки мы знаем. И в воздухе мы атаку тоже знаем. Уровень 2. Это та же самая атака. Просто будет больше отнимать здоровье у врагов. Рулетка. Воздушная атака. Но я не любитель воздушных атак. Поэтому смотрим дальше. Головокружитель. Понятно. Драйв. Так. Мы накапливаем. Ого. Гетсуга Теншо. Берем. Так. Драйв 2. Это более сильная Гетсуга Теншо. А Овердрайв. Это тройной Гетсуга Теншо. Вот это одна из моих любимых атак. Смотрим, что же такое жало. Ага. Быстрая атака. Подойдет. А это что? О. Класс. Триллион ударов. Вот мы и использовали все. И теперь я не боюсь врагов. Но давайте. Покажитесь. Я не имел ввиду тебя. Это какой-то большой ябл. Опасный. Вот уж действительно. Как туда попал твой пиджак или что-то было. Накидка какая-то. Ха. Он нас боится. Вот что делают улучшения. То есть вы видели? То, что происходит в Лимбо, передается и... в реальный мир. А ну идите сюда. Так, кто? Так, уходим. Я вас не боюсь. Ой. Это очень плохо. Как бы я начал делать атаку, и у меня уже не было возможности отпрыгнуть. Так, хорошо. Так. А ну идите сюда. Вот вам. Раз, два, три. Готов. Иди сюда. Убегаем. Убегаем. Добиваем их. Так. Хватит кидаться. А ну иди сюда. Улетающая гадость. Слишком низко спустился. Вот, наконец-то получилась эта атака. А тебе овердрайвом. Гетсуга теншот. Ройной. Все готовы, но только на Б. А вот и этот большой опасный демон. Охотник, который пришел именно за нами. Ииии... Эй. Упс, упс. Уходим, уходим, уходим. Так, я что-то ломаю, да? Так, сваливаем, короче, отсюда. Вижу свет. И иду на свет. Ну, благо успел. Здоровья катастрофически мало. Какой-то коридор. Нас пытаются напугать. Уходим. Уходим. Аккуратненько идем. Так, там что-то есть. Но как через решетку пройти? Я не знаю, может вокруг обойти? Здесь какой-то лабиринт. Здесь дороги нету. Тут что-то есть. Дверь. Медная дверь. И, помните, мы подобрали медный ключ и заходим в какой-то бонус. Давайте поглядим, что у нас здесь. Медь убийства в воздухе. Убейте всех врагов за отведенное время. Враги получают урон только, когда находятся в воздухе. Ну, ладно. Тогда по очереди затягиваем их в воздух. Так, 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 так. Какие-то же слишком уж агрессивные. Но у нас... Да почему бы он не попадает? Ладно, будем делать вот так. Вот так. Вот так и все. А то что-то серию ударов в воздухе он не очень хочет делать. О, двоих поймали. Теперь одного. Но что-то они не горят желанием умирать. Вот сейчас вообще не попал ни в одного. Так, один есть. Ага, мы можем их подкидывать и стрелять. Хорошо. Лети в воздух. Лети в воздух. Так, и стреляем. А теперь... Блин, 20 секунд остается. И остался один. Думаю, справимся с ним. Все. Победа. И нам достается в качестве приза фрагмент креста здоровья. То есть тот крест здоровья, который можно приобрести, его также можно и собрать с помощью вот таких вот элементов. Так, все хорошо, и я слышу какой-то секретик. Что-то звенит. Прямо за стеной. Этот звон обозначает, что что-то здесь рядом есть. Зеркало. Так, сматываемся, сматываемся отсюда. Давай, Данте, стреляем. Ну, что-то мне подсказывает, что мы с ним еще встретимся. Так, здесь куча пауков. Так, уничтожаем их, получаем за это бонусы и смотрим, что же здесь звенит. А вот что у нас звенит. Все, больше не звенит. Нет, еще что-то звенит. С вами все в порядке? О, еще пауки и какая-то секретная комнатка, наверное. Этот звон отсюда и доносится, и мы с вами нашли... Нашли, нашли... Еще одну душу. Вот это. Решетка. Мы видели это место с той стороны, и сейчас таки ее нашли. А здесь еще я видел проход. Вот этот проход, в который я так и не зашел. И вот, тут снова нам необходимо другое оружие, которого у нас нет. Поэтому туда пройти мы не можем. И остается только пойти сюда. Пауки, ерунда. А здесь что у нас? Выход. Пошли на выход. Стоп. Нас так легко не собираются отсюда выпускать аккуратно. А вот и враги. Ну, получайте. Гетсуга тэншо. Фанархик. Ну, подходите еще вам. Упс. Что-то у меня пугают эти лезвия. Ай-яй-яй. Такими темпами я скоро закончусь. Вот это моя любимая атака. Очень эффектно смотрится. И еще враги. Но я вас смогу издалека бить. Проблемы никакой нет. Да умри уже. Хорошо. Все. Путь открыт. А ничего подобного. Так. Ой-ой-ой. Так, ладно. У нас с вами есть... Малая звезда. Я ее использую. А то... Как-то проблематично может быть. Не хочу умирать. Не хочу использовать золотую звезду. Она будет дороже, чем эта. Отсылочка к старому Данте. Из первых трех частей. Nothing a million years. И не за миллион лет. Тогда с помощью чего же нам? Нажмите икс. Так. Предметы и улучшения. У нас есть еще одно улучшение. Но уже черт с ним. А вот маленькую звездочку я куплю. На всякий случай. А мне идти в эту сторону? Видимо, да. Идем в эту сторону. Она побежала туда. А мы побежим сюда. В поисках какого-нибудь секретика. Ну, вроде ничего такого особенного здесь и нет. Только фонарные столбы, которые нам... О! Что-то вижу. Что это? Короче... Хорошее попадание может... Все, теперь мы с ним можем сражаться. И это Охотник. Первый босс. Ну что ж, вперед. Иди сюда. Раз, два, три. Так. Уворот. Бьем, 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 бьем. Целится в морду. Хорошо. Без проблем, но лучше держать расстояние на всякий случай. О! Получил. Бьем, бьем, бьем. Все, он бежит. Хорошо. Давай, давай, давай. Вот так, вот. Уничтожаем его. Пока есть возможность. Не даем встать. Бьем, бьем, бьем. Он убегает, но ничего. Или не совсем так. Это не очень хорошо. Так, мы стреляем, мы замедляем это оружие. И уворачиваемся от него. Можно даже прыжком попытаться увернуться. Хорошо, и вот оно уже почти здесь. Отходим. Но где же сам враг? И каким образом? А, вот и все. Хорошо, иди сюда. Получай. Не попал. Я быстрее, чем ты. Тебе в меня не попасть. Или попасть, если очень постараться. Так, как-то я не очень быстро его выношу. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, получай, получай. Бьем пока можем. Так, давай, Данте. Бьем, бьем, бьем. И триллион ударов. Правда, как-то не очень хорошо это ему отняло. Но, что ты будешь делать теперь? Убегаешь? А ну, вернись. А, я понял, я понял. Хорошо, теперь бежим и бьем. Как-то легко мы его сбили оттуда. Но я не расстроен по этому поводу. Все, наконец-то, СС. И давай, триллион ударов и будет ССС. Давай, 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 давай. Бьем, бьем, бьем. И все, в нас попали. Это уже Би. Уходим. И это смерть. Воспользоваться сферой это крайне плохо. Такого не должно было произойти. Но... Не люблю я этого босса. И такое периодически происходит. Но тут уже без разницы. Бьет он нас, не бьет. СПОТОН. Что, ты просто не знаешь? СПОТОН. Какой-то. Плохая мама. Я не знаю мою маму, но если ты называешь меня даром, ты не будешь первым. Моя мама. Я не помню ее. Я не помню ее. Ты в порядке, Данте? Как ты знаешь мою имя? Моя босс знает тебя. Он хочет встретиться. Пожалуйста, я помогал тебе назад. Я не попросил вашу помощь. Мы знаем все о тебе, Данте. Я с организацией называемой Ордер. Ты слышишь? Что-то делать с этим мастер-фриком на ноте. Это мой босс. Можем. Не ждать. Мы просто получили информацию о террористах. Мы просто получили информацию о террористах. Это произошло в Беллию, в Киеве, в Северном районе. Полиции спрашивают общество, чтобы остаться внимательным. Данте, террористы могут происходить в любом месте, в любом месте, что-то не ожидали. Мы с вами нашли, сын Спарта. Сейчас это просто вопрос времени. Предметы первой главы. Мы использовали предметы. Мы умерли. Стоп, стоп, стоп. Супер Данте? Какой Супер Данте? Кажется, я понял кое-что. Идем-ка в главное меню, потому что Супер Данте надо отключить. Я им не пользовался. И... Продолжить. Так, так, так. Обложки и бонусы. Никакого Супер Данте у нас нет. Все. А это пусть остается. И из-за этого Супер Данте мы потеряли практически 2 миллиона очков. Если бы не это, то прошли бы на ранг А, а то и на ранг С первую миссию. Но... Я не про... Я проглядел, не посмотрел, и у нас был включен Супер Данте. А... Эту способность по игре мы получим еще не скоро. И из-за того, что как бы игра пройдена, то я имею право включать этот бонус, когда захочу. Но... Нам этого не надо. Мы будем проходить все по-честному, без таких вот читов. Ну, прошел я как бы отвратительно. Но сразу же признаюсь, в подобных играх я ненавижу боссов Титанов. Мне эти бои не интересны. Я в них не самый лучший игрок. Вот с простыми врагами, да, все будет классно. А вот Титаны меня будут выносить только так. Я не знаю, как от них уклоняться. Вроде бы уклонился, а удар ножом все равно в меня попадает. Ну, бред какой-то там происходил. Ну, пока что как есть, так есть. В магазине мы... Давайте купим большую звезду здоровья. И что плохо, что после каждого использования вот этих вот предметов их цена будет возрастать. Так что... Давайте... А мы даже не можем купить золотую сферу. У нас нет 400. Что касается улучшений, есть два улучшения. Но пока что тоже... Ничего особенно нам с вами не надо. Стрельба 2. Ничего особенного. Давайте возьмем рикошет. Эта вещь может понадобиться когда-нибудь. Ну, что ж. Первая миссия пройдена. Вроде бы не все так ужасно, как я предполагал. Но все-таки... Смерть была. Этого не должно было происходить. Но, думаю, в будущем... Моя игра потихоньку наладится. И... Таких вот откровенно глупых фейлов будет меньше. Ну, первая серия после большого перерыва. К тому же с джойстиком. Всякое бывает. Ну, что ж. Увидимся в следующей серии. А эту уже можно со спокойной душой завершать. Субтитры создавал DimaTorzok